так ладно мы вроде живы ребята продолжаем снова такое пережить думаю финн вас заметил избежал не убив жертву даже вещи свои не забрал на самом деле это довольно интересный сумел уйти я пыталась блокировать выхода но финн успел смыться до того как пришла помощь как вы установили что там был финн мы нашли волос финна на месте преступления загнали его днк в нашу базу данных и обнаружили совпадение он был в системе мы доставляли сюда финна так часто что ему полагалась именная камера нам сообщили что его видели в пустом доме мимо которого мы проезжали дерьмо само плывет вам в руки детектив зато я его поймала урод твоей наша тихонь разозлилась страшно этот кэлвери такой мутак все-таки реально простите детектив но от ваших реплик мало толку минутку вообще-то я вел это дело и это я упек того парня ты кто вообще такая чтобы со мной спорить окружной прокурор еще вопросы дело ловчего потрясло всех нас думаю мы насыпали достаточно соли на старые раны сержант полагай мы все обсудили чем еще можем помочь немного настойчивости а все-таки окружной прокурор скиданные об адаме джонсе о непосмертные эти данные брали когда его отправили в приют да скорее всего скажите вы сможете взять их и сопоставить с уликами найденными на местах преступлений ловчего свихнулись вы мешаете работать целому отделу понимаете есть идея получше пусть этот псих отбросит копыта лари хватит мистер хиллари этим займется о результатах сообщим спасибо игра там если что не повисла она просто очень долго грузилась как оказалось блин она офигенно я почитал 18 концов по разу мудак замуж набрали него не официальная инфа сейчас мне очень помогли какие планы на вечер я что у меня в квартире огромная стопка дел мне одной с ними не справиться хорошо я вам помогу ну супер созвон здесь вот вам просто будете делами заниматься потому что это уже в играх начинает подбешивать ну вы понимаете о чем не знаю при этом девки ведут себя как-то ну типа а вдруг он и правда не виноваты виноват он дело шита белыми нитками их находили на каждом месте убийства такая вот жуткая визитка я не знала нам удалось скрыть это от прессы первая жертва руперт волш гробовщик убив его ловчий привязал дробовик двери номера и выстрел убил прибывшего офицера просто но ненадежно не гарантирует верная смерть что еще известно про убитого он единственный кто не связан с лас пальмас просто пьянчуга финн назвал первое убийство пробой пера наверное ему это казалось очень забавным с другой стороны если он не ловчий твою ж мать чувствую мы с этим делом еще нахлебаемся баки хотите отдохнуть я выгляжу уставший нет а что я так плохо выгляжу нет нет я не про это ладно простите я просто устала мало сплю поняла я просто хочу найти истину и пойти дальше но в любом случае все закончится уже скоро да вы правы вторая жертва очень мерзкий тип он был из тех кто избивает детей до неузнаваемости лимей санитар лас пальмас еще до истории с приютом у отдела по наркотикам было на него толстое досье но доказать ничего не смогли скользкий был гнида ловчий положил его тело в темной комнате и набил лампу взрывчаткой один из наших щелкнул выключателем мы да будет свет тут он действовал смелее первая настоящая жертва он усложнил метод но хотел большего третья жертва отец раминский главарь шейки священник из лас пальмас руководивший пытками по слухам да по слухам ловчий вырубил его разрезал и нашпиговал взрывчаткой реагирующий на движение через пару дней мы получили видеозапись ублюдок заставил раминского часами отмаливать грехи стоя на коленях добившись признания он вызвал сержанта теллера вы знали двух других копов это же был мой участок то есть все включая вас кто приезжал на вызов были из 3 участка он убивал на наши территории вы хорошо знали тех двух смысле вы хорошо знали погибших полицейских достаточно чтобы не любить их я ушла как только смогла а что если первые жертвы были для отвода глаз а целью был третий участок на что вы намекаете что полицейские сами виноваты если они плохие люди то вам не надо их выгораживать нашли чем удивить удивить меня сами надо же какая вы любопытная на есть такое ладно спрашивайте что за история с кэлвари у этой истории глубокие корни вы же там чуть не съели друг друга индюк кэлвари просто надуты индюк как так ну во первых это я арестовала ловчего они он его это бесит он должен был остыть за столько лет а если бы постоянно на меня наезжает почему я не халтурю поэтому меня все ненавидят думаю дело не в этом вам легко говорить мой отец больше не может меня защищать у всех тут работа нелегкая вот вы знаете там определенном моменте где там я что выгляжу такой уставший мы ходили по тонкой грани у меня сложилось впечатление но я не буду говорить по какому поводу да но вы сами догадались две игры за два дня в которых на месте 1016 иду внутрь вот это вот это как-то появляются вопросы в общем это полиция есть тот кто в игре как кстати как видите есть определенные проблемы с фпс ну то есть она консольная но разработчики жале похоже из playstation 4 pro максимум тоже некоторых моментах фпс падает где-то там до 15 наверно так картинка выглядит дерган и а это же про тот случай как сама говорила сейчас вы меня слышите по хере прикинь вот работа да да он типа сидит но может быть он заранее это приготовил то как это это калвари что нет неправда то не гоните калвари будет точно не знаю наши пока работают там там то еще месиво боже мой будьте любезны покиньте мое рабочее место спасибо судя по тому что мы узнали калвари предавался здесь удовольствием платным удовольствием ага ее нашли управляющий дал портрет брюнетка лет двадцати класс калвари выпустил всю обойму но вот кровь тут только его и офицера монтесиноса патрульного калвари нашпиговали ловушками чёрт слушай так у меня появился определенный вопрос по поводу того уже тут и как боже мой телефон не очень хорошо приспособлен к этому всему так я не успею я уже вижу у меня я нажимаю она не нажимается давай твою мать так ладно я вроде успел но сразу говорю извиняюсь но сони ваши технологии работают через жопу целая обойма если ему перерезали горло сзади зачем он сюда стрелял а если стреляли в упор почему промазали боже это точно он да там на месте преступления тоже самое была такая красоловка учитывая что здесь были взрывы а а а а что ничего полезного баки я тебе звонил вчера да ты не отвечала не хотелось общаться где ты была а провела ночь вечер с фелисити грейвс мы работали всю ночь да а что понимаешь как это выглядит к чему ты клонишь все знают что вы на дух друг друга не выносили байк боже карл будь осторожней ладно баки ты правда думаешь что я могла совершить такое послушай себя я этого не говорил нет но ты же сразу об этом подумал мотив баки мы первым делом ищем мотив надо исключить его не ну типа нормально мужем бы ты не думал брось я пытаюсь тебе помочь да да я ненавидела кэлвари я ненавидела его но не настолько это безумие все вдруг стало хуже в тысячу раз а разве свидетель окружной прокурор это не не стопроцентное алиби я не знаю во охереть вот и его тоже привалило господи на этом первая часть завершилась откройте дневник сходите за напитком и отметьте квадрат когда будете готовы играть дальше ой да ладно мы тут люди все привычные сюжет бекки вспомнила как она помогла поймать ловчего так сюжет нам не сильно интересен дневник здесь есть всякие досье на разных персонажей я уже вижу тут порядка 30 досье и все их реально интересно читать ну то есть тут блин это реально может помочь жалко что я вам не могу сейчас это передать потому что у меня оборудования нет но в целом ладно давайте двигаться дальше короче любопытная идея очень любопытная в смысле серьезно я что-то короче сегодня не очень подготовленная так смотрю вторая серия подряд сначала игра подвисла теперь вот это вот это наверное самое непрофессиональное будет прохождение этой игры на youtube но короче говоря увидимся через несколько минут когда будет выложена следующая серия я за сегодня эту игру пройду я чувствую но посмотрим окей посмотрим ладно как бы там ни было увидимся и продолжим сегодня всем пока пока пока